Добрый Шубин пишет Подскочить чётенько сразу после Отснять ролик, будучи полностью уверенным, что больше не прилетит Как неудобно получилось Грустный террорист Гиркин Стрелков рассказал грустную притчу Про частичную мобилизацию в России Ивана, Петра, Соломона, Мухтара и Али Вот представьте себе, ещё раз акцентирую на этом внимание Сидит, на одной улице живут Иван, Соломон Али, Мухтар, ну ещё там кто-то Как только объявили мобилизацию, Соломон удрал в Израиль Или в Грузию Мухтар, он недавно стал россиянином Его как бы почему-то не призывают Он нас в Москве третий раз за месяц бордюры перекладывает Очень нужная, полезная работа Если что, за него там его посольство, его страны впишется Али, ну вот в общем-то то же самое примерно Воевать пошёл, а, ну ещё Пётр есть Но Пётр у него папа чиновник, поэтому его не взяли Вот, пошёл воевать один Иван Один из десяти, допустим Потому что он просто тупо явился в военкомат А не удрал в Грузию или там не сказал Там просто явился И вот его забрали в армию осенью прошлого года Его, к счастью, ещё пока не убили и не ранили, как многих его товарищей И вот он воюет и спрашивает командира Командир, вот я воюю уже раз, два, три, больше полугода А когда отпуск-то? Командир роты грустно оглядывает все 40 своих солдат Хотя у него по штату 130 с чем-то И говорит, слышь, Иван, никакого тебе отпуска не будет Некем тебя заменить Иван начинает говорить, ну как же так Вот мне Пётр там, вот я прочитал в интернете Пётр женился Соломон вернулся из Израиля И всё хорошо у него А Али с Мухтаром уже там дома купили или квартиры А я? А у меня семья там А денег нихрена не платят из того, что должны были платить Потому что типа мы не на передовой А не на передовой-то нам платят не 190 тысяч, а всего по 40 А что ему может ответить командир? А ничего не может ответить Потому что нет у нас резервов Никаких Если мобилизация, то мобилизация должна быть для всех Понимаете? Чтобы можно было Ивана и его часть Которые полгода из окопов не вылезали Там неважно, первая линия, вторая Там под обстрелом обе Вывести и дать им отдохнуть Переформировать А такой возможности нету Отсюда Один сидит Иван, другой в Сочи уходит Потому что не втерпёшь Третий просто бросает автомат А четвёртый идёт и сдаётся При первом удобном случае Вот к чему приводит нынешняя недомобилизация Недалёк тот час, когда будут просто офицеров стрелять Просто стрелять Слава России! Слава России! Слава России! Это родина моя Всех люблю на свете я По сути дела Сегодня против нас Врагом является весь Североатлантический альянс Все военные технологии Вся экономика Запада Я наклеил, что своих не бросаем А сейчас получается Я наклеил эти наклейки И какому-то автоэксперту не понравилось Он отправил в головной офис фотографии Они мне позвонили, предупредили Что эти наклейки нужно снять Плохо, когда людей убивают Зачем? А тут прям под боком Вот Ростов, вот Донецк И идёт уничтожение Поэтому здесь и нам выгодно Из украинских солдат делают подопытных крыс Солдаты местных армий стали подопытными кроликами Во время испытаний биологического оружия Партнёрство по-американски Оплаченное кровью братьев Названных наверняка в понимании из океанских стратегов меньше Зеленский дал разрешение на проведение опытов Над солдатами ВСУ Объектами экспериментов были 4 тысячи украинских солдат И тысячи грузинских Причём это, вполне вероятно, лишь первый этап Поскольку далее напрашиваются испытания Уже не на пробирках с кровью А непосредственно на тех, у кого кровь забирали Скорее всего, лишь одной задачей крови Дело в биолаборатории не обошлось И с бойцами ВСУ проводили ещё какие-то тайные эксперименты Мы с уверенностью можем утверждать, что к перевозке крови и патогенов Причастны американские дипломаты Вы чё, не знаете об этом, что ли? Вход на российском телевидении в ответ на поставки западного вооружения Идёт крайне тяжёлая артиллерия Боевой экстрасенс из КГБ назвал дату капитуляции Зеленского Один из сильнейших экстрасенсов страны предсказывает Что спецоперация будет закончена 17 сентября Для защиты нашей Родины, её суверенитета и территориальной целостности Для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба О проведении в Российской Федерации частичной мобилизации И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса Указ о частичной мобилизации подписан Призванные на военную службу перед отправкой в части В обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку С учётом опыта специальной военной операции Поставленные задачи решают только профессиональные военные Уверен, они надёжно обеспечат безопасность и мир для народа России Призывы на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе И прежде всего тем, кто проходил службу в рядах вооружённых сил Имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября Поручаю главам регионов оказать всё необходимое содействие работе военных комиссариатов Просто гнида, просто гнида От всей души поздравляю вас с Международным женским днём Этот праздник отмечается во многих государствах Но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом Самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами Потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству Для нас безусловная ценность Мы не можем врать, мы Россия, мы русский народ Мы не готовы врать, а они готовы Вот поэтому так и получается До Украины там существует 31 год Ну и не будет существовать больше Ну какая разница? Ну и всё Какая нам разница вообще-то? Под нас одна идеология, русский мир Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok